Слышно ли меня, всем привет, здрасте, слышно ли меня, скажите, я буду говорить, на самом деле, пока, пока не Максим Йоба не сказал, Максим Йоба не дискутируйте с Динарой, во, спасибо большое, да, пока не забыл, сейчас было радио, я знаю, что не все его слушают, сегодня оно было, мне кажется, удачное, долго говорили о Навальном. Вы долго говорили о Навальном, послушайте и поищите, на самом деле, стенограмму и послушать можно, потому что интересно, вот, и в конце говорили про слезы в телевизоре, когда Симонян плакал, Соловьев плакал, Кедми плакал, вот, и я забыл об этом, хотел сказать, Роман сказал про Беслан, я говорю, да-да, Беслан, и тут передача кончилась, вот это, конечно, минус, не позволили, когда мне не позволяет, господи, сейчас, секунду, переписка. Не позволяет мне быть полноценным ведущим, я не вижу и не слышу, то есть тут не всегда говорят, когда заканчивается этот блог, и не успел сказать, а я хотел эту историю вспомнить, потому что про телевизионные слезы у меня такое было довольно сильное впечатление, причем даже Панюшкин меня упомянул в колонке тогда, 2004 год, после Беслана, потому что на НТВ был марафон сострадания по поводу, значит, случившегося с музыкантами нашего радио, и я там был тоже, и сидел в гримерке, значит, и вот, значит, все эти артисты выходят, поют трагические песни, лежит еда для них, и я ее пожираю, как бы, и слушаю, как они поют песни, потом приходят эти артисты, а еды нету, вот, и меня Панюшкин за это порицал. Я говорю не об этом, а о том, что, значит, как называлась песня, в финале вышел Шахрин, значит, и сказал, вот, песня посвящена там, типа, детям Беслана, силы небесные, по-моему, да, пожалейте нашу страну, вот, поет эту песню и плачет, то есть, вернее, перед песней, значит, произнес и заплакал прямо по-настоящему Шахрин такой, значит, мужик, вот, и это транслировали по нашему радио, по НТВ, а потом на следующей неделе была Чартова Дюжина Козырева еще тогда, и он говорит, вот, значит, вот у нас был марафон, и вот давайте послушаем самый острый момент, когда Шахрин заплакал, давайте услышим, как плачет Шахрин, вот, и как-то меня это покоробило, я написал об этом в ЖЖ даже, и там, типа, Козырев что-то отвечал, вот, такая история, не знаю, зачем она мне, у меня сегодня более впечатляющая история про носки, дикая совершенно, вот, я говорил уже, что чем хорош Лондон, в отличие от Москвы, что вот в Москве есть ЦУМ, здесь есть Харрис, как бы, вот, на этом уровне все сопоставимо, но универмагов с этими же, ну, там, условно говоря, этими же брендами в спальных районах, да, в Москве нет, потому что, ну, как бы, если кто-то готов покупать себе, там, не знаю, пальто Прада, да, тот поедет в ЦУМ в Москве, а здесь это все есть, и такой же универмаг есть у меня на районе, я в него регулярно захожу, там, типа, даже не покупать что-то, а просто подышать воздухом шоппинга, ленилую игрушку какую-нибудь, вот, сегодня захожу, холодно, я в шапке хожу эти дни, значит, снимаю шапку с себя у входа в магазин, подхожу задумчиво к стеллажу с носками, засовываю ее в карман, шапку тоже задумчиво, я отхожу, вот, потом уже, когда ухожу, подбегает охранник, типа, эй, а вот зачем вы носки в карман положили? Говорю, Николай, вот в этот карман у вас там оттопырится, показал шапку, он даже не извинился, в общем, это было действительно обидно и неприятно, вот, но... О, господи. Значит, сегодня у нас 200 лет Антарктиде, вообще-то, русской Антарктиде, Александр Петриков написал и подписал картинку по этому поводу, спасибо ему за это традиционное, и на самом деле я еще с давних пор, причем, как бы, совсем с давних, скажем, Штерна, прямо вот много об этом думаю, вот, из серии, там, если выстраивать иерархию каких-то общенациональных важных событий, и наряду с 9 мая, да, именно через запятую, вот, не в смысле 9 мая такое одно, из днем космонавтики, да, но и единственный случай, когда русские люди открыли последний континент, то есть других континентов, открытых русскими, не существует, поэтому, как бы, материк, да, поэтому мы, наверное, как бы, должны этим гордиться, особенно, ну, круто, вклад в общечеловеческую копилку. Я бы, конечно, Бленсгайзина и Лазарева бы и на деньгах рисовал, там, и всячески их пропагандировал, но, наверное, сейчас уже в наше время, там, время постиронии, это было бы все по умолчанию, как бы, карикатурно и комично, вот, и не приживалось бы. Но тоже интересно, что эстонцы, поскольку Бленсгайзин, как бы, азейский немец, как и Крузенштерн, и был на могиле Крузенштерна в Таллине, как бы, специально ездил на могилу, вот, и эстонцы претендуют на этого самого, на Бленсгайзина. Более того, я помню однажды, по-моему, в Пскове, в эстонском консульстве, меня поразила брошюрка для въезжающих в Эстонию, что, вот, типа, да, Эстония, Эстония, великая там все дела, и вот там великие эстонцы. И, соответственно, в перемешку с какими-то реальными этническими эстонцами, которые, как бы, ну, там, и писатели, и художники, все они в этом смысле в порядке. А потом уже и скайп изобрели, и много всего прямо сделали. Более того, вот, эти самые ударные установки для музыкантов, как это правильно называется, крупнейшая американская компания, культовая, забыл ее название, тоже эстонцы. Это же тоже вклад в мировую культуру, конечно же. Вот, и через запятую с ними идут и Бленсгайзин, и Довлатов, и Лотман, потому что люди, которые, как бы, либо жили в Эстонии, либо имели к ней отношения, даже и северянин, даже не будучи эстонцем. Меня тогда очень растрогало, тогда еще в Эстонии не бывал, и с этого началось мое знакомство с Эстонией. Вот, и сейчас Эстония, не помню, то ли флаг в Антарктиде водружает по этому поводу, то ли еще что-то. И тоже вот я хотел об этом сказать, а еще увидел в телеграм-канале Лорченкова, нашего известного нам, значит, царя горы, что, оказывается, эстонский орден получил русский писатель Андрей Иванов, номинированный на Дублинскую премию. Да, он живет, очевидно, в Эстонии, как бы, но при этом, да, вот в иерархии российских каких-то литературных топов никакого Андрея Иванова нет. Нет, у него роман, который я не читал, про Парижское кладбище и 50-е годы, про русскую эмиграцию. Хочу почитать, сейчас, видимо, этим займусь, поисками его. Вот, и да, как бы эстонцы молодцы, вот я недаром люблю эстонцы. Дальше у меня много чего еще написано, но вот про Мишустина и Навального я довольно сбивчиво свою давнюю концепцию излагал на радио, то есть, как бы, чтобы она была понятна аудитории радио «Комсомольская правда», действительно считаю, что если есть какое-то прямо возмутительное событие, которое не вызывает общественного взрыва, то оно перестает быть возмутительным и, повторяясь, тем более многократно, уже совершенно не трогает. И ровно это в России произошло с коррупцией. То есть, ну, вот покажите мне человека, который, узнав о том, что у Мишустина дом на Рублевке, хватается за сердце и говорит, ах, ненавижу, какой кошмар. Этого нет, это действительно уже часть консенсуса. Может быть, даже это и неплохо, потому что, называется, к совершенству дорога трудна. Вот, но когда, да, когда и власть такое практикует, выдергивая очередного губернатора и показывая, вот он какой-то адский вор, да, или Улюкаев, как будто бы Улюкаев нетипичный министр. И навальнисты также делают тоже, вот, выдергивая этих людей. Значит, ну, как бы это вызывает эмоции, как какое-то лицемерие. Вот, собственно, ну, вот я это давно писал, давно говорил, сейчас попытался это сказать Роману, естественно, признавая, что, очевидно, данные про Мишустина, про его недвижимость достоверны, как бы здесь вопросов нет. Ну, тоже вот такая дискуссионная очень тема. Значит, что еще? У меня было написано в шпаргалке. Зеленский, не помню, что Зеленский уже, а что Зеленский, сегодня Зеленский. Хотел же что-то про Зеленского сказать. Наверное, про Советский Союз и Германию, не помню, правда. Верховный правитель тоже вот фейк-ньюс, причем, поскольку ссылаются на Павла Крашенинникова, это производит впечатление на людей. Вот, но на самом деле Павел Крашенинников, говоря о том, что предлагают переименовать должность президента в должность Верховного правителя, имел в виду, что сколько идиотов ждет какие-то идиотские предложения. И как бы вот тоже имейте это в виду, не говорите, что типа, ах, не позволим, у нас Колчак. Значит, на Колчака никто не посягает. И Отьева тоже почему-то, ну, как почему-то, довольно известная певица, хотя мы не помним хитов Ирины Отьевой, она всегда позиционировалась как джазовая певица, которая что-то джазовое поет. И самая народная ее, собственно, везде на скриншотах, в статьях про нее, кадр из старых песен о главном, где она пела дуэтом с Долиной, которая тоже одно время считалась джазовой певицей, и поскольку они обе такие фактурные крупные женщины, вот они снимали в старых песнях о главном в первых, но это было 25 лет назад. Сейчас у Малахова вышла передача, снятая скрытой камерой и как бы без договоренности, о чем тоже как бы можно отдельно спорить, хорошо это или плохо, что Отьева спилась, как бы там болеет, хочет умереть и все такое, в общем, впало в ничтожество. После этой передачи, значит, Отьева, у которой, оказывается, есть Инстаграм, написал несколько постов, что все неправда, все говно, но очевидно, правда. И вопрос как бы, да, неэтичный поступок Малахова, он к чему приведет, вот что она как бы увидела себя, загрустила и там, не знаю, завтра повесится, или что она осетинка. Власти Осетии увидят, ужаснутся, что их великая как бы землячка влачит жалкость за существование, там к ней приедут, закодируют, организуют ей гастрольный тур, там, юбилейный, все такое. Вот я не знаю, как бы четкого ответа у меня нет. Вот, на этой ноте давайте повернемся к чату и будем о нем говорить. Посоветуйте книгу типа «Империя должна умереть», но только про 90-е, включая распад совка. Как вам «Империя должна умереть»? Мне нравится показ, сама можно сойти, сколько великих людей жили тогда. Значит, про 90-е, включая распад совка. Маленькая и неполная, естественно, очень хорошая книга. Она развалилась, значит, издательство Дмитрия Пожарского. Найдите хорошие, с моим предисловием. «Империя должна умереть» меня совершенно не тронуло, тем более, что на эту тему есть гораздо более фундаментальная книга, хорошая, вот, несправедливо недооцененная, которая называется «Красное колесо». Неужели вправду уважаете Андрея Ткачева? Конечно, про Борн, Тихонова, Хаси что-то фундаментальное написано. Фундаментально написано или снято, что это вообще было. Был мал тогда, но, в общем, ваше дело отложилось в память через запятую с теми событиями. Фундаментального не знаю, хотя даже пьеса есть, поскольку в театре док. Да, поскольку это прослушки были еще, помимо прочего. Вот есть пьеса «Диалоги убийц», «Диалоги убийц», и их прослушки как бы ставят на сцене. А вот именно такой нонфикшн, сама история, думаю, нет, думаю, нет. Если я вижу, что премьер богатый, я думаю, есть надежда, что он будет нормальный руководитель. Олег Кашин, 20-й год. Ну, в общем, да, да здравствует министр капиталисты. Всем Шипстерам доброй воли, большой привет. Да, что за жесть, передача на КП идет час, а реальный тайминг был минут 20. Ну, не 20, наверное, но слушайте, вот такое радио. Понятно, что не эхо, но не вижу проблемы. Это мы с вами, условно говоря, кашино-центристы, а народ хочет, видимо, песни слушать. Поэтому не вижу в этом большой проблемы. В самом деле, можно читать сфинограмму, на которую я всегда возлагаю большую надежду, на самом деле, чем на голосовой эфир. Доброе время не суток, Олег Владимирович, читали у Семена Питгайнова украинскую интеллигенцию на Соловках и Недостельных. Нам, русским, стоит такое читать? Не стоит читать абсолютно. Почему 21.52 закончили? Рано же. Но, опять же, это радио. Если Навальный такой слабый полемист, почему он начал свою раскрутку как ведущий политдебатов? Как говорится, вы разница между модератором и участником дебатов видите? Его дебаты, которые были, там, с Чубайсом, с Познером, по-моему, с Темой Лебедевым, говорят сами за себя. Ну, вот Тему Лебедев единственного он одолел, потому что Тема Лебедев вообще как бы не воспринимает внешний мир, скажем так. Вы хоть в перерывах на рекламу продолжаете читать, в YouTube же можно, а то сплошная реклама. Слушайте, это мыслиски говоря, я предложу Роману. Формат на КПА, соглашусь, отбивки, музыка, где-то в промежутках Кашина перебивает голова. Ну, вот, слушайте, ладно, принимаем критику. Помню дебаты Навального в кандидатами с мэра Москвы, как робот смотрел одно и то же. Какой-то вегетарианский эфир на КП, где мясо и срач коллективным Пархоменко. Но коллективным Пархоменко не слушает это радио, поэтому и на него и не рассчитываю. А что там сраться? Про Бутрина, на самом деле, я вот тоже вряд ли это вообще было интересно на радио, но интересно мне. Потому что в те годы, когда, значит, я был прокремлевским автором, Бутрин, с которым у меня добрые 20-летние почти отношения, не знаю, испортились ли они после моей последней колонки про Мишустина, где я как раз называл Бутрина его рупором, но что называется так, доброжелательно называл, но он мог обидеться. Значит, именно Бутрин тогда, работая в коммерсанте Березовского, был, соответственно, наиболее бескомпромиссен, вот именно с точки зрения того, что, допустим, даже там не про Сычева, а вот я когда ругал Альбатс там в газете «Взгляд», он писал, что вот так вот тролли Альбатс, а я обещал флешмоб слушателей, которые будут звонить и говорить в он из профессии, вернее, вот писал, да, что будет флешмоб, хотя как бы, ну, вот это я придумал, что он будет, вот, Бутрин писал, что это как бы нарушение принципов журналистики, там, бла-бла-бла и так далее. И когда, да, прошли годы, и Бутрин выступает буквально под ставкой под выступлениями Шустина, интересно, что он испытывает, но понятно, что я его не спрошу, и он об этом не скажет, но я думаю, у него сильные эмоции. Плюс тоже проговорю это, потому что важная, мне кажется, тема, конкретный журналист Бутрин, конечно, имеет какое-то отношение к возникновению, рождению, усилению, укреплению политика Навального. И когда Навальный пишет журналист в кавычках «Бутрин», интересно, внутри Навального что-то щелкает, как бы не в смысле призываю его там, не призываю, жду от него какого-то лицемерия и кумовства, но, по крайней мере, вот интересно, потому что вот такая, ну, партийная бескомпромиссность, даже к лояльным ему людям, вот как бы плохая черта, мне кажется, плохая. Что значит дискутируйте, Олег, вы что? Я ничего не слышу, не вижу. Почему польское слово «быдло» определяет русский диск, у вас нет ли здесь русофобии? Есть. Помню плачевших хрена. Да все помнят, это было сильно. Что думаете о серии терактов в Москве в 77-м? Дисканали были теракты или провальные операции спецслужб? Ну, вы про эти Затикана, про армян, да, или про что-то еще? Армяне были. Тайминги, пусть я подаду с рекламой, новостями, чтобы не обламываться. Попроси сетку эфира, сказать один раз для нас, для тебя. Первый блог 21.02, 27.10, второй, 27.15, 23 и так далее. Ну, слушай, спрашиваю, Алексей Ишенков, спасибо. А, Олег, сидишь ли за бывшими коллегами из «Коммерсанта»? Там, Ари Лузи Термосты или Андреем Козенко, например. Ну, Козенко знаю на BBC в Лондоне, причем, ну, в смысле, не только про королевскую семью, но почему-то про королевскую семью пишут, в том числе. А где термосты, не знаю, где она, в известиях где-нибудь. Не вижу, Ленина на полках. Нету Ленина, были Сталин и Мау где-то в глубинах, но я Сталин и любил одно время читать в юности, как бы, хорошо его знаю. О чем книга «Мертвая рука»? Про оружие судного дня или про глубинное государство, потомку большевиков? Очень хорошая книга про как раз советское бактериологическое оружие. Очень советую. Привет, из Череповца. «Термосты с ума сошеланцев непривязанной с Путиным». Сколько стоят элитные носки в Лондоне? Не помню, ну, фунтов 10. Правда, это не в смысле, там, типа, носки каких-то Шанель. Да, обычные носки. Насчет Шанель было смешно. В русской школе, я не знаю контекст, научительница Нила спросила, какую-то одежду подарил бы маме, имея в виду, там, не знаю, платье, там, или брюки, или пальто. Нил говорит «Диор». Она говорит «Почему Диор?» Потому что он роскошный. Ну, это, как бы, это не влияние семьи, это Ютуб, я думаю, все-таки, потому что я просто удивился, что это так могло прозвучать. «Как думаешь, зачем политолог Мухин так вписывается за Путина, угрожая побоями Гудкова за невинный ролик? Он на заплате или идей?» Ну, по-моему, ебанутый просто политолог Мухин, сумасшедший. «Олег, а почему коммерсант перестал писать про Славьева, считающий себя порядочным журналистом?» Ой, Вадим Заяцов, неужели вы не понимаете, почему коммерсант перестал так писать? Ну, формально даже это легко вообще объясняется. И это было не очень круто, на самом деле, хотя многим нравится. Это была какая-то личная история Андрея Васильева, тогдашнего главреда-коммерсанта. И поскольку она закончилась, Васильева нет в коммерсанте уже много лет, то, естественно, история закончилась. «Не слушайте никого про эфир на КП, Надежда Горбач. Такой большой дерьмит, большая удача. Сколько людей, столько и мне. Самый известный эстонец-вратарь Март Поум. Не скажите, там, не знаю, ты не с Мяги, да, или я к Йоуа. Александр Ильич, вам не кажется, что Наки маленький вредик-большой вещук?» «Нет, а почему Евгений Веронков-младший лучки-груши-зунучки Черномырдина?» «Я тоже так считаю, не знаю, в чем проблема. Из-за каши на КП нет времени слушать их, а я вас умоляю. Хочу поблагодарить, Андрей Денисов, Олег Владимирович. Став вашим фанатом, мне шел первые подсказки для ответа на вопрос, что значит быть русским. Раньше боялся, что еду в аспирантуры, перестану им быть. Ой, спасибо, приятно, прям вообще». «В восемнадцатом Голованова сходила на митинг Навального, его там предъюлили про кремлевские ряженые казачки. При этом Навальный, Голованов, Навального в этом обвинял. Ничего про это не знаю. «Пойду, засяду за диплом с головой, ведь Россия там, где мои тапочки». Вот. «Олег, как ты оцениваешь российских официальных политологов с ТВ по престольской шкале Кала?» Ну, вот так и оцениваю. «Политолог Мухин не успел поплакать, пришлось по старепрючке драться». Да. «Эстония с Тами Веллера – это не самяги. Немцы по эстонской колодышей знали после тренадцатого года». Ну, это правда. «Консенсус бессильного со всесильным», да? «Олег, одобряешь, личный крестовый походник некоторых журналистов против другого опера из «Деноска Андрея Медведева». Абсолютно одобряю. Ну, вот он бы хотя бы извинился, этот Андрей Медведев. Ну, не назвать его даже мразью. Он, по-моему, совсем какой-то деревянный дегенерат, да, идиот. Просто, ну, вот есть такие люди, тупые просто, вот, тотально тупые. По-моему, Андрей Медведев такой. Он не имеет в виду совершать какие-то гнусности, да? Вот он такой. «Про эстонца интересно. Не спутали с армянином Аветисом Зилджаяном и его ударными установками Зилджаян. Ничего не знаю про это. Я был в музее Наталинской телебашни, и там типа среди достижения Эстонии вот эти, соответственно, ударные установки. В Орлевские дворцы соцпакет. Да, конечно, Андрей Иванов отличный, водолазкин где-то рядом. Почему Явлинский решил сочинять свою конституцию? Ничего про это не знает Дмитрий Яковлев. Но, опять же, я знаю вашу симпатию к «Яблоку». Не симпатию, а интерес. Но, как бы, не разделяю, что называется. Ну, партия «Яблока» за годы своего существования доказала все. «Банк Эстонии как раз вчера выпустил к юбилею двухевровую монету с Белинсгавизом и Востоком». А, ну вот. «Олег Войрков, человека можно было бы сделать какую-нибудь немертворожденную заведомо новую партию. Войрешу и новую, ни вокруг кого совершенно. Любая партия сегодня в России, ну, если вы имеете в виду, а что такое партия сегодня, да, это то, что создается под контролем АП. Она будет мертворожденная и заведомо неправильная. Не может быть партии. Почему такого нет? Про «Медведа» в митинге были. Про «Медведа» в митинге были, ну, наверное, помноженные на какое-то разочарование интеллигенции в «Медведеве», не знаю. Но, правда, и про «Медведева» митинги были вот именно как явление довольно отвратительное, потому что он это тоже писал. Ну, окей, хорошо. То есть вы считаете, что все зло в России сосредоточено в «Медведеве». Ну, окей. «Олег, ты используешься за анализы препарирования действительности?» Да, давайте-ка я этого Вадима Зайцева куда-нибудь уберу к хуям. Чего-то он какой-то сомнительный. Как барону Унгерну относитесь? С интересом, конечно же. У Дега вышло крутое видео про русско-японскую войну крупно-ингресские шпионы. Интересно, конечно, что из этого правда. Я думаю, многое правда. Олег, почему ты скептически относишься к Вавилу Пряникову? Как забанить Бориса Вадима Зайцева? По-моему, это какой-то этот. Какие новости в тайном правительстве? Не скажу. Тайминг 38 минут. 38, ну, нормально. Олег, все-таки делать шорт-лист книг, чтобы иметь при себе, а-ля завтра на «Небитаемый остров». Будет ли библиотедник? Будет обязательно. Программы на КП. Я понял, да. Черных привет, Саш. Скорее массовые гуляния. Медведево сняли с КСМ не только сейчас. Митинг как-то на это не повлиял. Тема «Любедев и аутист». Это я однажды сказал по радио, по эху еще тогда, и это вызвало протесты аутистов. YouTube похитили аромату, злобокировал навсегда. Вы теперь без конкурентов из Лондона стримите. Да? Окей, хорошо. Самое лучшее с YouTube смотреть КП. Не грузить на рекламу, не 25-й кадр. Да, на YouTube я тоже всем советую смотреть. Как вам земля Лизарова? Говно, если да, почему и пиарят? Я не прочитал. Вы знаете, вот опять же, нет. Если Навальный, проект ФСБ, не слишком ли дорого ему это обходится? Брата посадили, глаза чуть не сожгли. Ну, видимо, не слишком дорого. На самом деле, ну, тоже это не аргумент, да, что типа вот, а как же так, ведь брата посадили? Ну, всякое бывает, да. У депутата Маркелова брата вообще убили, если говорить об этом, да. Олег, посоветую сейчас, чтобы разбираться в истории Прибалтики 20 века, в Восточной Пруссии и трех республик. Ну, они разные, во-первых, все-таки. Прорывание про 90-е годы, ну, про 80-е и 90-е, про Пиатса, что можно почитать. А вот черт его знает, не знаю. Я подшивки читал, по-моему, только. Добрый день. Когда в Россию или не вариант? Нет, в Россию регулярно езжу. Слушайте, про Прибалтику еще есть книга прекрасная, на самом деле, фамилия автора Ильмерв, где про аннексию. Очень хорошо, в том смысле, что она во многом, это эстонский статусный историк, не маргинал, а директор института истории Эстонии в Академии наук, в общем, в Таллине, где он, в общем, поскольку, видимо, уже молодой, там, ему лет 20 было тогда, Эстония отделилась, уже для него не святыня, да, вот именно вот этот образ тотальной оккупации и так далее, и он возлагает половину ответственности за оккупацию как раз на пятца. И я не очень это разделяю, но там все это очень интересно и убедительно, прям очень хорошо. Носки Хугобос. Не-не-не, носки вообще, слушайте, были либо Супердрай, либо Хэппи Сокс, что-то такое, ну, то есть, типа, вот вообще, скайп это не финны, эстонцы, эстонцы. Соловей, конечно, дрифовал в круге Мшизы, Пианковского и Фейгена. Как он при этом может работать на АПЛ, на ФСБ? Очень сложно. Ну, вот так. Как насчет совместного стрима с Чиликовой про эстонию, русский национализм? Боже. Ну, было бы прикольно, наверное. Олег не смотрел? Американский Холмлэнд, очень похоже на наших спящих. Сделайте, пожалуйста, стрим с Росниками про литературу. Он отказался ко мне на дождь явиться и как-то меня немножко поунижал, значит, когда я его позвал на дождь. Всем добрым людям привет. Зайцев, если ты читаешь, знай, держите, я клочке забанил. Зайцева вашего? Зайдите, Олег, Питер Голованова, посчитайте, что он за человек. Ну, слушайте, мы общаемся. Слышали о черепе Гитлера? Ивашов сослался на Устинова, что чужие черепа. Ага. Ну, тоже, я знаю, помню, что челюсть Гитлера, а не череп, а челюсть хранилась в Росархиве, а череп якобы ФСБ. Не надо спящих с родиной сравнить, не надо. Внук Ельцина, бизнесмен. Не, не, ну, он, по-моему, наркоман, прежде всего, и политиком не станет. За коронавирус поясните, бактериологическое оружие. Ну, что? Чат кончился? Давайте я загляну в телефон. У Молотова жена сидела, а тут лишь брат, да, и внук Молотова и Рементропа. Не уходите так рано. Ну, слушайте, сегодня, поскольку, наверное, радио было эмоционально, и что-то я вообще устал. Как им книга Олигарховна? Стоит читать? Как раз вот из его книг, по-моему, самая такая, не очень. Брат Кагановича. Покончил с собой все-таки, нет? Посмотрите БП про кубку рекламы и конституционной реформы. Все писали. Вот про, да, про Дидос Эхо, и, по-моему, Дождя еще сегодня писали, что Дождь очень странная история, поскольку я волнуюсь, у меня же Дождь, последний выпуск в пятницу, поэтому Магнус Эльмерф. Ну, значит, Магнус. Не помню, кстати, Магнус или нет. Устал, да, устал. Волнуйтесь за Андреиченко. Нет, кстати говоря. Марат, где вопросы к Кашину? У Марата вопросов нет, но Марат, между прочим, Лана Тарба просит вас ее, я вам перекинул ее, так сказать, жалобу вам в личку в Фейсбуке, и правда, помиритесь, вам же нечего делить, вы мои хейтеры, как бы, и все нормально должно быть, нет? Покончил с собой, что не мешало служить, да. Что там с покупкой конституционной реформы? Ну, покупают блогеров, платные посты писать с одобрением реформы. 24 минуты антирекорд, уже 24 с половиной. С антарктическим юбреем, ладно, ладно, застыдили, давайте я буду молчать, потому что чата нету, но не буду уходить. Свежего промешустина, тоже интересная тема, на самом деле, то есть мне приятнее это словами будет написать. Там про доктор, реально покупал рекламу, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, тем более эфирное время дешевое. Так. А, покупал школьник с ютуба, а вот здесь, я думаю, тоже не обязательно верить, потому что я видел этот анонс, естественно, этот ролик не смотрел. Естественно, да, когда спалились с покупкой реформы, вот нашли школьника, типа школьник, типа, ну вот я думаю так. Написано 100 рублей, что это? Это значит кнопка с долларом. Нажмите кнопку с долларом, введите какую-нибудь сумму. Расскажите про Зеленского. Зеленский, Зеленский. Будет ли стрим с фотообмином в ближайшее время? С Анатолием, это маргинал, да, все-таки. Мы договорились в неделю через три. Сейчас я немножко зашиваюсь. Если Майкл Кенский согласится стать императором, он не будет царем польским, зато будет герцгом прусским. Да. Иначе ждать ли книгу в этом году? Надеюсь, да, надеюсь. Какая беспринципная тетя. Олег, а когда Губера из ядра замерзнет тручак? Выглядит нелепо. Нелепо, конечно, конечно. Осуждаете Щербец за хеет эховцев? Ну, как сказать? Никого не осуждаю. Есть ли проект не ФСБ в России? Нет, не стыдно цензурой заниматься. Откуда вы взялись, Вадим Зайцев? Вы меня бесите. Это, как бы, я, как банить-то? Вот. Наш парень порно-оскар выиграл. Не сегодня. Старая история. Беленсгавердина на купюры. Гагарина на купюры. А Жукова поместили бы? Нет, кстати говоря. Нет. Олег, кто вам из Эстонии приезжал? Журналист какой? Нет, просто, типа, френд. У Калинина, убыденного сидели. Да, вот админ и маргинал разные люди. Я говорю, да, просто вот я забыл, к кому я должен пойти. К Анатолию я пойду. Шарис Левич, президент Украины? Нет. Верховный правитель Проколчака? Да, но, типа, сегодня по новостям, опять же, по условно, по соцсетям, типа, а Путин решил назвать себя Верховным правителем? Нет. Что в Сальшанске, Мадамирице, мне не всегда интересно, да, разумеется. Ну, он считает, да, что у меня какая-то, ладно, про украинство это слишком радикально, хотя он о нем говорит, но вечная его претензия, что я мечтаю нравиться условному Тихону Дзитко, и как бы, поэтому придаю русские интересы во имя этой следы, я не считаю. РТВА, вы знаете, на самом деле, я думаю, оно закроется, ну, в смысле, переедет в Ютуб-канал редакция Пивоварова, да, вот там, вот часть команды, которая останется, будет делать Ютуб, а этот канал никому не нужен. Кстати, на днях тоже, причем, из соображений вынете сёрч, а мне коллеги, может быть, присутствующие здесь, не буду называть имен, сказали, вот в мемуарах Норкина про тебя есть. Я в итоге был вынужден прочитать мемуары Норкина, в итоге зачитался, прочитал полностью. Довольно адские мемуары, но крайне поучительные, тем более, что, да, там еще при живом Малошенко, он, значит, о нем пишет, что типа трагическая судьба. Вот, но в целом не в смысле интересная, хорошая, умная книга, нет, как раз вот там, когда я узнал, услышал об опросе телеканала Дождь про блокаду, я не мог найти себе место, а жена сказала мне, там, Андрюша, надо написать. Я сел, написал, что это такое вот. Не смотрели дебаты Светова с Золиной? Не смотрите. Где латынина? Никто не угрожал, зеленка не обливал. Нет, ей как раз заливали каким-то не калом даже, а какой-то химией дачу, и после этого она уехала машина. Надо ли вообще оспарить происхождение великих людей? Блинзгард надеялся и был знав, что он эстонец. Но это прежде всего проблема вот Советской Средней Азии, наверное, да, и Азербайджана, да, когда там у них Низами азербайджанский поэт или Шерновои узбекский, значит, деятель, да, с эстонцами проще. Нет, они не говорят, что он эстонец, они говорят, что человек из Эстонии, разные вещи. Про заявление СССР, что СССР развязал войну, но вчерашняя же история, что про это говорить? Ну, то есть, можно так, можно сяк. Можно ли считать Советский Союз одним из виновников войны? Да, разумеется. Прочитал недавно после Ольшанского про экономику государства. Ничего, я, наверное, не читал, он же у меня от Фрэнда. Так, ну, эфирное время дешевое, но я обещал не уходить. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. У Малышенко тяжелая судьба, но если бы не депрессия, пожил бы еще. Капитан очевидность, Леонсио Альмейда. Друзья мои, ну, полчаса-то все, мы посидели, правда, но если нет вопросов, если я такой, я сегодня встал в 7 утра и завтра встану в 7 утра писать сегодня еще про Мишустина. Расскажи кино. Нет. Короче, что для вас изменится в Рекси, там никто же не знает, на самом деле, но я думаю, для россиян меньше, чем для французов. Абрамович, пускай в Британию, понятия не имею. Все, давайте до завтра. Ну, что, полчаса, хорошо же еще. До свидания, пока, спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok